Жара. Летнее солнце раскалило землю, но наступает вечер и со стороны моря приходит он, долгожданный освежающий бриз. Короче в топку всю эту лирику и в задницу красивые картинки, потому что перед нами самый обычный бюджетник, смартфон с ценой менее 70 баксов. Все, вернулись мы в привычную обстановку, стол, камера, стены, тишина и можем приступать к планомерному и подробному обзору бюджетного смартфона Blackview Breeze V2. Но для начала хочу сказать пару слов о бренде Blackview. Еще год назад никто этого названия не знал, но в последнее время в продаже с завидной регулярностью появляются новые смартфоны от этой компании, поэтому мне стало интересно, что же это за бренд такой. Порыл интернет и делюсь с вами инфой. В общем мы имеем дело с молодой компанией из Китая, которая была основана в 2013 году в Гонконге. Blackview имеет собственные производственные мощности и сеть своих магазинов в странах Азии. Вся их продукция соответствует международным стандартам качества и проходит тестирование на сертифицированном оборудовании. Короче, бренд хоть и молодой, но судя по всему имеет далеко идущие планы. В бюджетном сегменте они уже наделали шума своими смартфонами, но им этого мало. Есть инфа, что уже в сентябре этот производитель обещает выпустить убийцу всех флагманов, который будет иметь самое передовое железо, 2К дисплей, классные камеры и интересную цену. Ну посмотрим, посмотрим, нам, потребителям такая конкуренция только на руку. Но вернемся к нашему бризу. Именно этот смартфон приехал ко мне из магазина Gearbest. Цена вопроса 68 долларов. Ссылка на телефон есть в описании видео. На этом затянувшуюся прелюдию заканчиваю и начинаю обзор. Коробка компактная, сделана из толстого картона. На донной части есть обращение к покупателям на разных языках, в том числе и на русском. Причем в тексте я не нашел ни одной ошибки, для китайцев это конечно прогресс. На экран смартфона уже наклеена транспортировочная пленка с оранжевым ярлычком и названием бренда. Под ней скрывается защитная пленка. Первую удаляем, вторую оставляем. Запасная пленка находится в коробке и это просто отлично. Руководство пользователя выполнено в виде гармошки. Книжечка имеет иллюстрации и написана на английском языке. Зарядное устройство на 1 Ампер сразу под евророзетку. Цвет зарядки белый с серым, выглядит симпатично. Кабель USB-MicroUSB мог бы быть и подлиннее. Его длина 80 см. Гарнитура тоже есть. Как и все комплектные аксессуары, она белого цвета. Обычная гарнитурка с резиновыми амбушюрами. В поддельном пакетике находится аккумуляторная батарея. Blackview Breeze V2 бывает двух цветов. У белой версии крышка из обычного гладкого пластика. А вот черный вариант имеет куда более интересную крышку, которая имеет вот такое шершавое покрытие. Чем-то напоминает мелкую-мелкую наждачную бумагу. Тактильно покрытие очень приятно. Если бы проводился конкурс на самый не скользкий смартфон, то Breeze наверняка оказался бы в призерах. Но есть у этого покрытия и обратная сторона медали. Подозреваю, что крышка будет собирать пыль и мелкий мусор, который часто встречается в карманах. А также не советовал бы брать смартфон жирными руками. Если мусор с крышки удалить легко, то с жирными пятнами будет сложнее. Но смотрится и ощущается крышка просто классно. В верхней части крышки находится немного выступающая прямоугольная площадка, на которой разместились камера и вспышка. Ничего не напоминает, этот элемент слезали в OnePlus One. По центру нанесен логотип бренда. В нижней части крышки видим отверстие для основного динамика. Вдоль торцов имеем тоненькую окантовку, которая на солнце переливается голубоватым цветом. Под цвет канта выполнена и кнопка питания, находится на правом торце, и кнопка управления громкостью, которая расположена на левой грани. Лицевая поверхность смартфона черного цвета. Под экраном имеем три привычные сенсорные кнопки без подсветки. Здесь же находится отверстие разговорного микрофона. Оно просто микроскопическое, поэтому если вдруг собеседники начнут жаловаться, что вас плохо слышно, проверьте первым делом, не забилось ли мусором это малюсенькое отверстие. Над дисплеем видим слуховой динамик. Справа от него датчики и объектив фронтальной камеры. Индикатора событий нет. Сборка хорошая. Крышка надежно прилегает к корпусу. Хрустов и скрипов при надавливании нет. Толщина корпуса примерно 9 мм. Смартфон благодаря компактным габаритам просто идеально лежит в руке. Как по мне, в плане удобства это самые оптимальные размеры. Увидев в характеристиках разрешение 854х480, некоторые из вас могут подумать, что этого будет недостаточно. Вовсе нет. При диагонали 4,5 дюйма этого разрешения вполне хватает. Выраженной зернистости нет. Шрифты четкие, а картинку этот экран выдает очень даже приятную. Я не знаю, IPS здесь матрица или очень качественная TN, но факт есть факт. Углы обзора тут максимальные. Инвертация цветов не проявляется. Запаса яркости достаточно для того, чтобы экран оставался читаемым даже на солнце. Вот так смотрится экран Blackview Grease V2 в сравнении с IPS дисплеем еще одного бюджетника THL 4000. Мультитач способен обрабатывать лишь два одновременных касания. На практике это не позволяет нам масштабировать картинку, если пальцы находятся в одной вертикальной плоскости. Но стоит сместить один из пальцев и масштабирование происходит нормально. В подавляющем большинстве игр и при повседневном использовании никаких других минусов двухточечного мультитача вы не заметите. Сам тач отзывчивый и комфортный в работе. Под пленкой скорее всего находится обычное стекло, так как пластик сейчас даже в бюджетниках встречается крайне редко. Пленку я не снимал, так что на этот счет ничего утверждать не буду. Как и во многих смартфонах этого ценового сегмента, в Blackview Brease установлен 4-ядерный процессор MTK6582 с частотой 1,3 ГГц, который за время своего существования зарекомендовал себя как неприхотливая и трудолюбивая рабочая лошадка. Графический чип Mali-400MP, оперативной памяти 1 ГБ, пользовательской памяти 8 ГБ, доступной из которых около 6. Слот под карты памяти естественно также предусмотрен. В тесте Antutu Briss выдает ожидаемые 18 тысяч баллов с небольшим. Возможности этого железа известны уже всем. Повседневные задачи, такие как серфинг в сети, просмотр мультимедийного контента, работа с приложениями для смартфона не проблема. Игры пойдут практически все, но навороченные 3D-игрули, конечно, потребуют снизить качество графики. Просмотр видео в HD-качестве также не вызывает затруднений. Рядовому пользователю, который не собирается ставить перед смартфоном каких-то ресурсоемких задач, этого железа вполне будет достаточно. Именно этот смартфон приехал с операционной системой Android 4.4 на борту. Но начиная с июля на Black New Breeze производитель устанавливает Android 5.0 Lollipop. Так что если вы будете заказывать этот аппарат, то с большой долей вероятности получите пятый Android. При подключении к Wi-Fi смарт уведомил меня о наличии обновления. Да, на него прилетают обновы по воздуху, что бывает не так уж и часто в бюджетном сегменте. После моего согласия смартфон скачал обновление от мая 2015 года на базе все того же Android 4.4. На следующие запросы обновиться девайс отвечал, что я использую самую свежую версию ПО. Так что в моем случае Android 5.0 нужно устанавливать вручную. Стоковый интерфейс абсолютно ничем не примечателен и откровенно скучноват. Вот такие крупные иконки, меню приложений, виджеты, предустановленные обои, все как обычно. Возможности для настройки интерфейса минимум. Но никто нам не мешает установить любой сторонний лаунчер и с его помощью полностью видоизменить визуальный интерфейс. Порадовала полная русификация и отсутствие китайского софта. Сторонних приложений было всего четыре. Twitter, Fonaric, Facebook и Xender. Последняя программка позволяет обмениваться файлами и с ПК, и с iPhone и с другими Android устройствами. Все сторонние программы можно при желании удалить. Play Market также был на борту, а вот YouTube пришлось установить самостоятельно. Основная камера 5-мегапиксельная с интерполяцией до 8. Фронталка 2-мегапиксельная. Настройки камеры привычные, но встречаются и интересные фишки. Например, в параметрах фронталки есть опции улучшения лица. Девушки оценят возможность сглаживать морщины на селфи, отбеливать лицо и корректировать его форму. В настройках основной камеры есть режим HDR, определение лиц и улыбок, задержка спуска и другие опции. Что такое режим ZSD, я не врубился, но Google говорит, что это вроде как программная стабилизация изображения. Опция «Запись голоса» при ее активации позволяет делать снимок голосовой командой. Предусмотрено два волшебных слова – Capture и Cheese. Произносишь любой из них, и камера делает снимок. Возможность фотографировать кнопку управления громкостью также предусмотрена. Если говорить о качестве фотографии, то оно полностью соответствует цене смартфона. На близком расстоянии объекты получаются относительно четкими. Текстовые документы тоже снимать можно, а вот пейзажи и общие планы получаются размытыми и мутноватыми. Отмечу хорошую вспышку, которая позволяет получать приемлемые фото объектов на близком расстоянии в темноте. В сравнении с хилым светодиодиком моего THL 4000 вспышка Black Vibrize – просто прожектор. Максимальное разрешение видеосъемки составляет 1080p, но частота 16 кадров в секунду – это маловато. Детализация картинки при записи видео оставляет желать лучшего. Звук пишется в режиме стерео с битрейтом 128 кбит в секунду. Исходники фотографий и оригинал файла видео со звуком вы можете скачать на нашем сайте в текстовой версии этого обзора. Ссылка на него есть в описании видео. Смартфон рассчитан на работу с двумя сим-картами. Один слот под стандартные симки, второй под формат микросим. Слева размещен слот для карт памяти. Смарт работает в сетях 2G и 3G. Связь держит уверенно, слуховой динамик нормальный, звук выдает без искажений. Модули Bluetooth и Wi-Fi на месте. На удалении от роутера 8-9 метров через две кирпичные стены смартфон вполне нормально ловит сигнал Wi-Fi. Здесь претензий нет. Функция OTG есть. Аппарат без проблем распознает флешки и другие USB-девайсы через переходник USB-MicroUSB. При первом запуске GPS смартфон искал спутники примерно 7-8 минут. Но нужно признать, что условия приема были не идеальные. На подоконнике квартиры в блочном доме. GPS работает, точность прокладки маршрута не проверялась. Внешний динамик достаточно громкий. Басов он, конечно, не выдает. Да и какие басы могут быть за эти деньги? Обычный бюджетный звук, который позволяет не пропустить входящий вызов. Комплектная гарнитура также далеко не басистая, но фильмец в ней посмотреть вполне можно. От батареи на 2000 мАч не стоит ожидать высокой автономности. Blackview Breeze при средних нагрузках максимум проживет без подзарядки один световой день. В режиме телефона можно рассчитывать на пару суток. При активном использовании попросится на зарядку уже после обеда. Но судя по отзывам пользователей, на операционной системе Android 5.0 смарт живет дольше, чем на Android 4.4. Видать, свежая прошивка более оптимизирована и показывает лучшую автономность. Как и любой смартфон за эти деньги, Blackview Breeze V2 не лишен недостатков. К ним я отнес бы слабенькую основную камеру, двухточечный мультитач, ну и батарейку хотелось бы более емкую. Но опять же, не забываем о цене, да и плюсов у него хватает. Достойное качество картинки на экране, приличная комплектация, приятный дизайн и интересная задняя крышка. В итоге имеем неплохой двухсимочный бюджетник со свежим пятым Android в последних поставках, который при цене 60 с лишним долларов я могу советовать к покупке. За эти деньги вариант один из лучших. По этому аппарату у меня все. Следующий обзор будет посвящен видеорегистратору G1WC с отличным качеством видео и приятной ценой. Чтобы ничего не пропустить, просто подпишись на канал. Все, пока-пока.